Почему люди хотят успеха? Как люди достигают успеха? Почему при прочих равных один добегает, второй нет? Кто виноват в том, что ты чего-то не достиг? Откуда берутся психологические барьеры? И самое парадоксальное, что хорошие родители не стимулируют тебя к тому, чтобы ты чего-то достигал. Плохие родители почему-то стимулируют. Другими словами, чем меньше тебе дали, тем больше ты хочешь чего-то достичь. Очень важно раскрывать свой творческий потенциал, если ты родился в достатке, и грызть всех вокруг за материальные блага тем, кто не имел их. Те, кто выросли в недостаточности одежды, еды, образования. Они достигнут своего вопреки. Они так привыкли, и они вырвут это у ваших детей. Потому что очень часто результат зависит не от того, чего мы хотим, а результат, на что ты готов. Люди, которые не сталкивались с жизненными трудностями, они не готовы ни на что. Я недавно слушал тренера по боксу. Одно дело по морде получать в перчатке, и другое дело получить по морде без перчатки на улице. Сразу пропадает желание драться. Поэтому очень часто уличные бойцы выигрывают у мастеров спорта, у кандидатов мастера спорта по боксу. Зависит от того, что ты хочешь. Один хочет победить, а второй хочет уничтожить врага. В этом разница. В этом успех и достижение. Но человек, который привык вырывать свой успех у другого, никогда не станет Дархманином. Он никогда не нарисует картину, не даст творческого миру. Ты достигнешь, но не оставься у разбитого корыта, потому что счастье не только в деньгах. Когда ты достигнешь определенного материального благополучия, обрати внимание на своих детей. Воспитай их правильно и дай миру обратно творчество. Человек, который прошел через нищету, он хочет этот гребаный успех взять его в руки. Человек, который вырос в успехе, в достатке, ему ничего не надо. Непонятно, кому из этих двоих людей лучше или хуже. Человек, который вырос в достатке, у него есть, возможно, шанс первый раз в его поколении отдать миру творчество. Он может стать Моцартом Рахманиновым, Димашем Кудайбергеновым. Он может стать кем-то творческим и поделиться с этим миром чем-то хорошим и добрым. Помимо просто, чтобы что-то забрать. Но так получилось, что не все знают, что делать с этим успехом во втором поколении. Не каждый богатый родитель понимает, как воспитывать ребенка, чтобы он стал Рахманиновым. И поэтому очень важно поставить правильные цели. Потому что второе поколение обычно это охранники денег родителей. То есть это дети, которые будут охранять их деньги, сохранять их бизнес. Но творческого раскрытия не будет. Для чего родители работал, чтобы у детей была возможность раскрыть свой творческий потенциал? В любой сфере. Но если вы их насильно посадите, чтобы они охраняли ваши деньги, вы вырастите несчастных детей. У каждого ребенка есть творческий потенциал, который заряжен сразу. Его найти очень легко. Ты просто берешь все кружки, которые есть, везде начинаешь водить. И там, где у него получается, просто его там оставляешь. То есть ты усиливаешь сильное. И ребенок тогда отдаст это творчество в мир. Не запрещай идти детям. Очень часто я вижу, что ребенок хочет рисовать, ему запрещают. Ему нравится кататься на коньках, ему говорят, иди плавай. Он нравится плавать, ему говорят, иди учись на финансиста. Нравятся финансы, ему говорят, будь производственником. Он хочет быть производственником, говорят, а вот Журдан Балалары блогер и много зарабатывает. Не надо раскачивать своих детей. Каждый ребенок уникален. Открой его потенциал. Это будет то, что ты можешь для него сделать. Помогите ребенку раскрыть его творчество. Просто усилив сильные стороны своего ребенка, это будет правильно.